и снова всем привет мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии и сейчас рассмотрим бедра нож и ноги что с ногами делать соответственно сначала тестируем по вот этим косточкам какая выше относительно тела и относительно стала до получается вот это стало выше по ямочку до сверху прижимаем равны и тазовые кости что может отразиться на длине но соответственно сравнивать ноги по вот этим косточкам лодыжка чуть-чуть получается вот это длиннее награды и по пятку пятка тоже чуть длиннее наша цель тогда получается выдергнуть вот эту ногу толкать да и таз разворачиваться вот туда вперед чтобы в этом удостовериться что виноват таз они например колени или щиколотки да то же составы соединяем вот так вот и как прицел смотрим вот эту щель через опачили спину через кухню чтобы все было ровно не перекажемся тогда вот так вот ровно косточки да значит нам это доказывает что кости голени равны да значит виноваты где-то вверху допускаем вот значит тогда с тазом что мы делаем размере вот это место растучали саму косточку тоже простучали кстати чтобы удостовериться надо еще посмотреть на нижний уголок здесь в принципе принципе равны то есть по каким костям мы смотрим да по вот этим это где ямочки вот этим сверху и вот она нижний уголок вот этот щупы тоже вышли ниже а спереди проверяем по вот этому уголку переверните на спину также соединяем ноги и видим что она короче чуть чуть вообще незначительно по пяткам смотрим и по большим пальцем весь вашей пальцем выше нога больше да 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 чуть чуть длиннее значит мы будем выравнивать какая права получается да по вот этим косточкам смотрим по уголку кости снизу получается этот ниже этот выше по верхней части этот выше опять и вот так относительно стола стола ровные в принципе чуть-чуть может быть чуть чуть выше да чуть чуть значит какой прием очень простой нам надо вот это опустить значит берем за бедро тянем вот туда а здесь в тазу куст упираемся и просто тяните натяжку с худыми людьми это раздетьми этот подойдет то есть я тему не за кожу за кость прям бедрен взялся до тему за кости теперь с этой стороны упор и вот вытягиваем вот здесь сустав это все потянется и коленка и щиколотка это нога прямая а это расслабленно и своим телом чувствуешь активно мне кажется вот отсюда до положено сюда руку почувствую и щеку тягиваться проверяем теперь ну вот здесь выровнялась если все равно выше пока здесь здесь еще не выровнялась так а и бедра и смотрим бедра 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 на кость может быть выше ниже до того выше ниже тела до 7 стола ну вот это чуть-чуть вверх ушла до чуть вверх значит смотрите чтобы подобраться туда тут мышц очень много да значит мы сначала все это расшатываем куда вот вертикально я давлю на тазобедренный сустав чуть-чуть под углом да получается на крестцово-подвздошный сустав она так вот под таким углом вот туда-то толкают это пояснично крестовый сустав ну толкаем не просто в длину да а в длину что его вот так как бы вот так так чтобы допуститься найти можно даже взяться за седальщину кость и так же ее туда чувствуешь да тянется ну и соответственно лучом идут все мышцы округа обрабатываем в ту сторону потянули по плечу этого грушевидно мышцы тут не тягивается сюда потянули сюда положили колено в берцовом кость а тут в тазовую кость растянули в эту сторону растянули вот сюда растянули после этого можно проводить прием один из приемов вот расшатываем это соответственно мы на бедренном суставе да чуть угол добавили сюда это кпс косо-подвздошный сустав расшатали расшатали к лодочку и потом раз потолкали если она вышла вот сюда вот то есть это если нам надо его бедро поднять а если опустить туда то желательно здесь можно с этой стороны делать но лучше с противоположной обойти вот так он подсорок надрелся находится толкаем значит туда расшатали расшатали и прям своей грудью всей своей массой на эту ногу теперь выдергиваем сустав первый способ здесь коленками зажали да и целых градусов потом вот так вот если колено больно шутка не дергать берем все плотно здесь за бедро сибири на пусть расшатали и по целых градусов так не за колено здесь берем да вот этот рычаг у нас получается себя дергаем провинция и теперь сама бедро расшатали и дергаем на себя проверяем тут уже равны и пальцы смотрите о круто косточки уронились и пятки и пальцы видишь ну для фиксации давай еще здесь симметрично было да и проверяем теперь опять эти косточки так ну здесь вот они по нижней части равны таз еще не ровен и вот тут он вверх и входят то есть нужно все они тебя и вот так толкать давай это сделаем с другой стороны переворачивайся еще раз проверяем ну вот погребным выравниваем все стороны по нижней границе уже равно такой тут вверх поднят значит берем таз тогда толкаем туда его за ногу расслабляйте расслаблено все расслаблено ногу поворачивай проще расслабляй 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 где-то держишь ровно помните мы делали вот это вот и сколиозе для спины вот то же самое теперь для таза расслабляя расслабляй и можно взяться и не так когда держишь держишь расслабляй вот расслабил расслабляй и туда потолкает бедерную кость загнули вот а вот примерно под 45 градусов да и кран бедерную кость тут важно чтобы нога не висела а был некоторый упор можно сделать допустим своих на будет свою новую порт на себя режим ну чуть короче значит ее выделяем бедро опять себя на себя на себя а тут обрисновали стол держу вижу стол когда мы делали спереди тоже стол держать бедро вытолкнули еще так вот вытолкнуть хотели бедром а тут в тазу кость все положено своей ногой ложись обратно ну вот косточки отсюда сверху смотрим равны пятки загибаем вот так вот тоже равны по пяткам тоже равны ставить вот что мы делаем с бедрами а в следующем видеоролике рассмотрим что делать со стопами и с коленами